Открытый телеканал представляет. После этого говорят, что коровы должны были отдыхать 2-3 часа. Это точно. Да, вот это интересно. И сегодня в Лапландии, это финской Лапландии, тоже открыли такой чемпионат по обниманию деревьев. И там есть соревнования, объятия на скорость, на самые душевные объятия, креативные объятия. Идея та же, общение с природой, она успокаивает человека, снимает стрессы и так далее. Вот я хотел бы спросить, во-первых, мне очень понравилось, когда вы сказали это точно, что корове надо отдыхать после объятия человека. Ого, такая отрицательная энергия в ней накапливается. Да? Конечно. Мы же передаем энергию корове. То есть все мои страхи, переживания, внутренние трепеты, возбуждения, это все я ей передаю. Да? Конечно, причем это могут быть какие-то мои наивысшие переживания о чем-то чуть ли не космическом. А корова это чувствует, ее не интересует о чем, ее интересуют сами переживания, вибрации. То есть мы как бы очищаемся за счет, когда мы отдаем все вот это вот туда. Да, 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 да. То же самое и с деревьями происходит, да, когда обнимаешь деревья? Я не пробовал, не знаю, но с животными это точно. Это точно. Ну с деревьями, говорят, тоже ты так обнимаешь и так вот, и оно берет на себя вообще все твое это. И потихонечку вянет, да? Вот это вы добавили, может быть, это надо проверить этот вопрос. Вот что с этими деревьями в Лапландии? Так вопрос мой такой, что в этих объятиях? Вот почему мы все... Передача энергии. Отрицательная энергия от одного существа, живого, нерастительного, животного или человеческого, неважно, другому. Ну, отрицательный, допустим, вот сейчас я понял, что такое отрицательный, но бывает же, ты же обнимаешь человека, тебе хорошо, вот с человеком, люди тоже обнимаются все время, вот они идут обниматься все время. Вот это вот, почему это вот так вот в основе даже нашей такой, этой жизни... Общение, общение на энергетическом уровне. Вот это вот, да? Конечно. То есть рукопожатие, объятие, это все, вот это необходимо? Ну, если это идет от сердца, если ты этого желаешь, не просто знак вежливости. Ну, то есть тут не даром не говорится, что не обнимались с людьми, а обнимались именно с природными, с животными, с растениями. С людьми сложнее, наверное, состояние. Конечно. Есть такие объятия, есть такие группы, знаете, которые ходят, все время обнимаются. Да, да, конечно. И все время он должен вот про себя вот пожелать хорошо человеку и так далее, так далее. В этом что-то есть? Конечно, конечно, да. Я видел это на многих выставках, там такие люди стоят, обнимают всех. Да, и так он открывает объятия и тебя обнимает. Так ты оттуда выйти не можешь. Да, да. Но вот эта мысль человека, вот так вот, передать другому тепло, вот передать другому все хорошее, это хорошо? Да. Это вы приветствуете вот такую ситуацию? То есть на самом деле мы подведем точку такую, это передача энергии. Она может быть положительной или отрицательной, но это все равно передача энергии. Да. Что я с этого получаю? Я. Ну, когда я отдаю отрицательную энергию, я более-менее понимаю. Я сбрасываю из себя. А вот когда я вот так вот... Если мы обнимаемся для того, чтобы стало друг другу хорошо, Вот. То неважно, у кого положительная энергия, отрицательная, мы оба приобретаем. Это как в электродвигателе, там во всех этих есть плюс и минус, но они должны меняться и дополнять друг друга. Так и здесь. То есть даже если будут плюсы и минусы такие вокруг крутиться, все равно это будет хорошо. Да. То есть вы за объятия, получается? Ну... Такие, такие объятия. Да. Мы можем обниматься, не обнимаясь? Последний вопрос. Конечно. Да? Да, конечно. Мы можем передавать энергию друг другу беспроводным, бесконтактным путем. Мысленно. Мысленно, да. Другой это почувствует, что я о нем... Конечно, почувствует. Посмотри на какого-нибудь человека сзади, на его спину. Да. Пристально. Он почувствует, что ты на него смотришь. Повернется. Да. Понятно. Субтитры создал DimaTorzok